Ассаляму алейкум, рад тебя видеть, Тумсо, ты можешь назвать шариатские обоснования мусульманам, которые воюют за Украину, если они есть, извиняюсь за спам. Тумсо, независимо через никакое будет законодательство относительно алкоголя, табака и легких наркотиков, типа как... Как думаешь, выражение «русский мир» станет в будущем чем-то отвратительным и запрещенным, типа как «третий рейх» или подобное? Сыновья Кафырова на фронте. Может быть, уже даже отправил. Манал, ассаляму алейкум. У тебя есть политические амбиции? Ты планируешь в будущем избираться в органы власти Свободной Чечни? И на сколько из десяти ты оцениваешь свои знания и их полезность? Ассаляму алейкум ассаляму. Так, есть ли у меня политические амбиции? Ну, если у меня они появятся, то я об этом как бы объявлю. И я не хочу ничего опережать, говорить о чем-то заранее. Если появятся, то я не постесняюсь, скажу, что есть, да, у меня есть вот такие вот амбиции, есть какие-то там цели, планы, задачи. Планирую ли я планов? Смотрите, говорить о планах избираться, это сейчас было бы смешно, потому что нет никаких выборов. В принципе, у нас их быть не может, пока у нас оккупированная Родина. Поэтому сейчас можно забыть вообще про вот эти вот выборы в таком широком понимании, в прямом понимании. То есть мы не говорим сейчас о каких-то там выборах в узких кругах, там если какие-то организации, там председатели выбирают и так далее. Мы не об этом говорим. Я так понимаю, что под выборами мы имели в виду выборы в президенты, в парламент, в республики и так далее. Об этих выборах сейчас говорить вообще, ну это даже не рано, это вообще нереально сейчас об этом говорить. Поэтому у меня нет планов где-то в каких-либо выборах участвовать, потому что в принципе никаких выборов сейчас быть не может. Однако, если под этим вопросом имелась в виду вообще какая-либо политическая деятельность, то ответ номер один. Как только я решу, что пришло время позиционировать себя как политика, заниматься какой-то политической деятельностью, я об этом объявлю, то есть у меня, иншаллах, не будет такого, что в какой-то момент я вам скажу, а я вот уже, знаете, веду эту деятельность там, вот с тех топор, такого не будет. Будет, я буду с вами искренним, иншаллах, и в какой-то момент, допустим, я вам скажу, что все, вот с этого момента я теперь занимаюсь политикой. Вот такие вот у меня планы, такие цели и задачи, вот этого я хочу достичь. И в этом я хочу, чтобы вы мне помогали, допустим, да. Я, по крайней мере, до сих пор все делал именно так. Никаких вот этих подковерных каких-то тем, там что-то где-то встретились, там что-то тайком о чем-то поговорили, потом здесь об этом не говорят, такого не было. Что-то там, какую-то деятельность вести, а здесь нет. Да, всегда было так, что что-то, я если планирую и что-то делаю, я об этом, конечно же, не говорю, следуя хадису посланника Аллаха, чтобы какие-то планы не сглазить. В исламе есть такое положение, если что-то планируешь делать, то ты об этом не говоришь. Ты подготавливаешь, подготавливаешь, потом, когда ты все готов запустить, ты объявляешь, запускаешь. Но не так, что ты что-то запустил, ты это делаешь там где-то тайком, аккуратно, а здесь ты типа не при делах, либо у тебя здесь что-то работает, ты говоришь, да, ну я к этому не причастен, нет, вот такого, иншалла, не будет. А как я себя, насколько я оцениваю из десяти своих знаний и их полезности, ну, я не знаю, это о каких знаниях идет речь. Нужно, тут, наверное, нужно как-то уточнить, но я даже не, прошу даже это не уточнять, я не хочу сам, сам себя оценивать, пусть меня оценивает, оценивает аудитория, мои знания, их полезность и так далее. Ас-саляму алейкум, рад тебя видеть, Тумсо, ты можешь назвать шариатские обоснования мусульманам, которые воюют за Украину, если они есть, извиняюсь за спам. Алейкум ас-салям, нет, я, это не моя компетенция называть шариатские обоснования, рад, это надо задать вопрос компетентным, знающим людям, пусть они с точки зрения шариата это обосновывают. Я, вы можете отследить все мои эфиры, чаты, я четко всегда занимал и продолжаю занимать позицию, что никого туда на войну не призываю, то есть никому я не говорю, это узаконенно там, езжай и так далее. Но и те люди, которые кого-то предостерегают, говорят, нет, туда нельзя, это я таким людям тоже у себя говорить не даю, площадку я им не даю. Я говорю, пусть тот, кто хочет туда ехать, пусть он ищет ответ не у меня, я не кадый шариатский, я не муфтий, то есть не я на эти вопросы могу отвечать. И какие-то ноунеймы, неизвестные люди у меня пусть тоже не отвечают, никого не предостерегают и никого туда не призывают. Понимаете? Пусть это будет человек с именем, у себя где-то он, если дает какие-то ответы там. Если человек, если ему доверяют, то это их право. У меня, конечно, есть свое какое-то мировоззрение по этому поводу, но это мировоззрение лично для меня, я не могу его никому перетать, сказать, вот тебе руководство к действию. Поэтому здесь я пас. В том, что независимый чечник, какое будет законодательство относительно алкоголя, табака и легких наркотиков типа каннабис. Я не могу знать, конечно, какого оно будет, но я могу сказать точно, что это все должно быть, конечно же, под запретом. Но только разумно все должно запрещаться. Не так, что там что-то такое на 800 лет отправили в тюрьму, не так. Или если человек уже зависим от наркотиков, допустим, его надо лечить, а не сажать в тюрьму. То есть здесь надо понимать, то есть надо перенимать опыт борьбы с этим явлением. Есть очень хорошие прецеденты, допустим, по европейским странам. Этих людей, тех людей, которых нужно наказывать, допустим, распространители и так далее, их нужно наказывать. Тех, кто зависим, их нужно лечить, их не нужно наказывать. И наоборот, да, возможно, где-то нужно их потихоньку снимать с этой зависимости. Не так сразу. Все эти моменты нужно, эксперты должны это все разрабатывать, конечно же, перенимать опыт от развитых стран, как у них это все устроено. Как думаешь, выражение «русский мир» станет в будущем чем-то отвратительным и запрещенным, типа как Третий Рейх или подобное? Но я думаю, уже в этом мире это словосочетание подобно каким-то фашистским идеологиям 20 века. Я думаю, это уже произошло. В том, что ты работаешь на евреев, я знаю. А евреи знают, что я на них работаю? Я знаю всю политику твою, ты работаешь на евреев. Я понял, что ты знаешь, что я работаю на евреев. А сами евреи знают, что я работаю на них? Япон. Бро, я в последнее время все чаще вижу веселую троицу детей Кадырова. И самый забавный – это Адам, чемпион по съеданию котлет. Как думаешь, когда они поедут брать? Ах, яд, а не обессудь, так получилось. Когда они поедут брать Киев, да, ты хотел спросить? Я не знаю, но я знаю, что Кадыров туда отправит кого угодно. И своих детей, и всю семью туда отправит, лишь бы самому туда не поехать, чтобы не вставать с этого роскошного дивана. Так что не исключено, что они там появятся. Сыновья Капырова на фронте. Может быть, уже даже отправил. Адам. 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 Продолжение следует...